Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, по поводу вот этого сбитого российского беспилотника С-70 Охотник. Как оказалось, неприятности для расистов с ним очень и очень капитальные. И они, скажу так, его падение на подконтрольной Украине территории вызвало в Кремле просто панику и даже истерику. Кто бы мог подумать, какой-то там беспилотник. На самом деле это не какой-то там беспилотник. Это супер-пупер их передовая разработка, на которую они очень много надежд уложили и еще что-то уложили. И то, что эта разработка, ну скажем так, слегка поврежденная, но попала в руки украинцев, понятное дело, что туда будут допущены американцы и англичане, может быть французы, другие заинтересованные, так сказать, лица, вызвало в Кремле шок и панику. Почему? Ну, казалось бы, ну сбивают каждый день там шахеды, шмахеды эти. Ну да, то иранские технологии, а это уже российские технологии. И, заметьте, это стелс-технология. Этот беспилотник, кстати, он работал в паре с новейшим штучным российским истребителем Су-57. Именно он его сбивал. И, по всей видимости, на этом беспилотник. С большой долей вероятности была применена абсолютно та же стелс-технология, которая применена правильно на Су-57. И так, иностранные наблюдатели, военные, заявляют о том, что Су-57 на самом деле не является полностью невидимым, полностью стелсом. Но как F-35, и близко не таков, да? То есть, он заявлен как невидимка, но он таковым на самом деле не является. И вот как раз то, когда упал Су-70, ой, С-70, который является точно такой же невидимкой, как и Су-57, соответственно, наши спецслужбы и западные сделают выводы соответствующие. Какая именно стелс-защита стоит на Су-57, какая на этом С-70, что они используют, какие технологии. Кстати, какие запчасти западных фирм, которые, возможно, сами не нарушают эмбарго на поставки электроники на Россию, но вполне возможно через кого-то поставляют. То есть, сейчас все эти цепочки будут выясняться. А самое главное, что, еще раз говорю, увидят, из чего он состоит и как с этим бороться, собственно говоря. Сейчас он будет изучен до винтиков. Интересно, что после того, как этот С-70 свалился, значит, в Донецкой области, по месту, куда он упал, был нанесен удар ракеты «Искандер». Извините, они, значит, не пожалели ракету «Искандер», что, чтобы влупить по огороду Галимову, ракета «Искандер» стоит несколько миллионов долларов. Не моргнув глазом, запулили туда, но к тому времени, конечно же, все уже давным-давно увезли. Так что, сейчас идет, происходит изучение. И, как говорится, у расистов, знаете, есть такая вот, еще одна такая очень серьезная боязнь, что вот изучение как корпуса С-70, так и его начинки покажет всему миру, что король-то голый, что это не является стелс-технологией, что его видно. Ну, что касается этого самого беспилотника, что он довольно медлителен и крупный, и является неплохой целью. Ну, а что касается истребителя Су-57, что он не является стелсом. И тут же не только вопрос войны с Украиной, война закончится рано или поздно. Они же рассчитывают эту всю байду, как этот охотник, так вот этот Су-57, кому-то как-нибудь, ну, хоть каким-то образом втюхать, да? А если все, как говорится, посмотрят на это дело, скажут, да ну, ребят, вы что? Оно может и стоить денег, но совсем не этих, которые вы за них хотите. И тогда, как говорится, все пропало, шеф. Вот откуда паника и истерика в Кремле. Очередная, собственно говоря.